Урал 6х6 Дополнительные колеса Поможет ли ему дополнительная ось В прохождении таких мощных препятствий Посмотрите какой огромный Передний свет, который не дает ему Заехать сюда вверх, поэтому придется Взять наверное наискосок Вот таким вот образом, но бампер выпирает Во все стороны очень мощно Хотя здесь не помешал, смотрите-ка На БК-системе Между прочим, и поэтому Есть такие некие рывки Но с легкостью преодолевает Итак, он высунулся из кабины Естественно, чтобы смотреть А то со стороны с таким капотом, честно говоря Вообще не видно, а сбоку нормально Погружаемся, недостаточно глубоко Для него, но в принципе Уже серьезное бездорожье Нужно выехать из него Сможет ли это сделать китайская резина на советской технике Сейчас узнаем Садится передним мостом, завис по полной Вот здесь бы задняя ось пригодилась бы Но она не особо-то и цепляется Как раз Давай-давай-давай-давай-давай Мощно сидит, вытащить бы тебя трактором Да я боюсь такую массу трактором тянуть И так тяжело Ну что, я не знаю, неужели уже слив в первом раунде Как я и говорил Возможно, 4 на 4 здесь будет помощнее В плане прохождения данного препятствия Давай-давай-давай, Зилок Ну, отключает передний привод Это самопроизвольное отключение переднего привода Это суперсистема стоит здесь Да, вы не сами контролируете Он сам решает, когда вырубит передний привод Ну что же, толкнем трактором Давайте, наверное, вперед это сделаем Слишком мощно Я реально говорю, трактор не способен его даже стянуть здесь Давай назад Кое-как, кое-как Вообще реально тяжело С разгона Вот, вот она мощно Да, надо было нажать всего лишь полный газ И проблема была решена Ну что, кое-как выехал Ну что, теперь монстр Кстати говоря, неплохой выворот Как он так быстро повернул, я вообще не понял Давай смотреть Вот здесь Мы поедем прямо по той же траектории Да, и будем смотреть, насколько ты хорош Передний бампер тоже выпирает Но это, честно говоря, его не смущает Смотрите, что он творит Смотрите, просто снес всю землю Дальше с прыжка надо было Но не хватает скорости Хоть это еще сил Но скорость для бездорожья на понижайке слабовата Неужели засели, а? Засели Ладно, давайте назад, наверное, толкнем Вот так вот Мы поедем, потому что наискосок Мы не смогли проехать по супертраектории Как планировалось изначально Поедем наискосок, как это сделал Урал Но, может быть, сейчас мы также сядем на брюхо Да, блин, вы смотрите, а? Длинная база у данного Зила Не дает ему с легкостью проскочить Давай, 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 давай Выйдет сам или нет? Нет, мощно засел Опять трактором Давай Итак, нам бы выехать на нужную траекторию Придется дать назад немного И теперь опять под углом Да, вот так вот И попробуем с прыжка Вот так он только делает это И все, по-другому никак Достаточно шустрый малый Дальше погружение Что тоже не супер здесь мощное Но даже в кузов ничего не набралось Это полностью металлический, между прочим, внедорожник Кузов из металла Тяжеленький, да, увесистый На мощных китайских колесах Который столкнулся с проблемой Но опять мощи хватило, чтобы сдвинуть всю эту землю Сейчас первому дадим шанс показать себя Зилу Давай, 1000 сил Это серьезная вообще штука Бугатина на бездорожье Да Итак, неплохо преодолел Попробуем максимально медленно Оу, ничего себе Честно говоря, я даже удивлен Но вот здесь мы будем посложнее брать Смотрите Сложный участок реально Для такого внедорожника Грузовика Давай, внедорожник Какого-то внедорожника Это грузовик Ну, с прыжка Нет, смотрите-ка Не получилось Уху-ху Вы заказывали фонтан? Вот вам фонтан Но, на этом, наверное, все Помыться можно, да Но не более А нам надо проехать дальше Попробуем дать газа назад Давай Вот, цепанулся задним бампером Сейчас посмотрим Но Сможешь, не? Не может Давай вперед Опять садится на брюхо. Нам бы вырулить немного в сторону бы. Давай попробуем опять трактором. У нас приехал мотор. Нет, нормально. И теперь по лузерской траектории это вот здесь вот некое отверстие получилось у нас в бездорожье. Проехал задним ходом и выруливаем в необходимую нам колею. Вот сюда вот. И попробуем по ней. Главное не перевернуться, главное не утонуть. Это достаточно глубоко. Посмотрим спереди. Да, и узко я бы сказал. Смотрите, зеркал нет. Для бездорожья они не нужны. Зачем смотреть нам назад. А вот идти боком достаточно удобно. Без них вы ничего не снесете. Так что, друзья мои, когда выезжаете на бездорожье, зеркала нафиг все убирайте. Ну что же, смотрите-ка, преодолевает, плывет, мчит. Но это еще не все. Естественно, только сегодня у нас бесплатно покажем, как Зил 1000 сил превращается в подводную лодку. Давай. Сейчас покажем. Для этого нужно только развернуться. Вот таким вот образом. И помчали. Подводная лодка. Докуда тебя скроет? Сможешь ли ты преодолеть? Резина, честно говоря, у него так себе. И все. Мотор. Мотор приехал. Шноркеля нет, друзья мои. Дальше не едет, к сожалению. Связь есть, руль еще работает, но мотор вклинил. Все. Завели кое-как. Нормально. Давайте пройдем немного по мелкой, так сказать, траектории. Лузерской. И здесь абсолютно не интересно. Он, естественно, с легкостью справляется. Ну что же, сейчас посмотрим, насколько Урал у нас готов превратиться в подводную лодку. Друзья, время идет, все меняется, но экономить нужно. Экономию на покупках никто не отменял. И теперь я пользуюсь кэшбэк-сервисом Мегабонус. Да, они без проблем работают, без проблем выплачивают деньги и работают также с кучей магазинов. Ссылка на Мегабонус есть внизу под роликом. Также для удобства можно установить расширение для браузера, чтобы не забыть сделать, так сказать, себе кэшбэк. Что такое кэшбэк? Это возврат части денег от вашей покупки. В общем-то, куча магазинов, удобный сервис, без проблемные выплаты, куда угодно и расширение для браузера. Ссылка на Мегабонус есть внизу под роликом. Сам уже давно экономлю вместе с ними и рекомендую вам. Да, вся мощь выезжает. Ну что же, сегодня на самом деле интересная битва, да? Советская тачка против советской тачки. Вы когда-нибудь такое видели? Наверное, видели. Ну, давай смотреть. Так-так-так, тихо-тихо-тихо-тихо. Не та траектория уже. Да. И поехали сюда. Сначала берем самую сложную, погружаемся, выпираемся вот так вот, смотрите, и дадим газку. Но, к сожалению, тоже нету толка. Уселся на брюхо и, учитывая, что все колеса просто тупо висят, шансов выехать у него нету. Давайте толкнем его назад. Вот здесь вот, наверное. Вот. И возьмем простенькую лузерскую траекторию. Это, соответственно, нам двигать надо сюда. Вот таким вот образом. Здесь с легкостью практически преодолевает. Сейчас дадим чуть назад. Да, надели мы тоже, по-моему, в два присеста. И удобненько он опять выглядывает, чтобы не пропустить все самые важные моменты. Вау! Тебе акваланг не надо случайно? Нет, нормально выехал. Успел задержать дыхание и промчать. Ну что же, здесь все тоже легко преодолевает. Проблема в чем есть? То, что приемник у Урала невлагозащищенный. Куда ты начал переворачиваться? Невлагозащищенный. И поэтому, может быть... Ух ты! Ух ты! Может быть, он вообще не доедет у нас? Может, реально не доедет до нужного нам препятствия, где будем превращать его в подводную лодку? Нет! Моща пошла! Ну что же, достаточно мощно. Вот опять у нас отключается передний привод. Как ты собираешься дальше ездить здесь, я не понимаю. Ну что, друзья мои, погнали! Испытаем приемник как раз. Сможет или нет? Давай! Пошла жара! Пошла! Хотя вряд ли ему жарко. Вода достаточно холодная. Но смотрите, что творит. Просто все преодолевает. Просто мчит. Летит по дну и реально как подводная лодка не переворачивается. Да, не переворачивается. Надо выехать. А выезжаем, кстати говоря, на ту же траекторию, где и заезжали. Вот это да! Ну что, очень хорошо себя показал. Красавчик! Ну и подводная лодка у нас сейчас выезжает первой. Давай смотреть. Ой-ой-ой! Не доезжает, я бы даже сказал, до нужного нам препятствия. Чуть-чуть газку. Вот таким вот образом. Собрал немного земли на передний бампер. Ну ничего страшного. Дополнительный вес на передней оси никогда не бывает лишним. Итак, поехали! Давай! О-о-о! Опять у нас отключаемый, самопроизвольно отключаемый передний привод. Поэтому я не знаю, как мы здесь сейчас. А-а-а! Выворот, конечно, хорош! Вы посмотрите, а! Просто-просто! Прям можно дрифт из него сделать! Реально! Давай! Ну же! И видите, всего лишь отключили одну ось, а на четырех колесах он не готов отсюда даже выехать толком. Так, выехали. Не толком. Естественно, надо было повернуть колесо, но выехали по прямой. Ну ладно. В принципе, плюс-минус мы, может быть, сейчас и преодолеем. Давай-давай-давай-давай! О-о-о-о! Нагреб грязи себе еще больше на переднюю ось. Зачем ему это надо, учитывая, что кузов и каркас достаточно тяжеленькие. Ну давай смотреть, что ты можешь здесь. Появилась некая грязюка, но которая дальше у нас опять разбавляется водой. А в воде мы знаем, что он, как рыба, как подводная лодка, способен преодолевать любой брод. Погнали! Ну, можно дать газку, конечно, но это будет неинтересно. Он просто пролетит, может, даже и по воде, что маловероятно. Посмотрим, как он чип там смотрит. Неплохо ему видно, хороший обзор. Ну что же, но с вертолета, мне кажется, поинтересней. Так, по прямой, понятно, все могут. Попробуем выехать отсюда. Итак, нам нужно развернуться. Мы поняли, что мы что-то забыли. И как развернуться здесь, учитывая, что не работает передний привод толком, это проблематично. Но, но, я хотел сказать, но не только не на Урале, но на Урале, да, это тоже не работает. Попробуем заскочить задними осями туда наверх. Давай, давай, давай. Ничего себе, у тебя разворотик получился. Да уж, великоват. Аккуратненько пытаюсь просто сделать все. И вот так вот. Опять мощное погружение, но его это абсолютно не останавливает. И выезжает. Ну что, учитывая, что ЗИЛ будет покороче, то, я думаю, шансов у него здесь проехать будет больше. Но сейчас мы это и узнаем. Давай, попробуем. А, подождите, мы по прямой, по-моему, стартанули сначала там. Да, по прямой тоже не может. О, 1000 сил, а тяги нет. Обалдеть. Слушай, на колесики тебе поменять на самом деле, а какие-нибудь получше поставить. Кстати говоря, на хорошие колеса, ссылки есть внизу под роликом, и на комплектующие для тачек. Так что заходите, смотрите. Вот эти колеса у него, ну, честно говоря, так себе. Едут не очень, а стоят практически так же, как и хорошие. Так что заходите внизу, под роликом ссылочки все есть. Но даже на таких плохих колесах он способен пока мчать. Да, бездорожье не настолько жесткое, чтобы колеса начинали прямо цепляться в землю. Здесь все-таки больше воды. Давай, как тебе там виду, через тонировочку-то нормально. Надеюсь, нормально. Ну что же, так же с легкостью, можно сказать, мчит здесь, и нам нужно вырулить. Пора, давай. Где-то здесь выруливаем. Эээ, ты куда? Ну, как видите, тоже проблема, заваливание происходит. Попробуем аккуратненько сейчас развернуться, заднюю ось затащить на тот задний участок. Вот таким вот образом. И теперь выехать поперек. Чуть-чуть грязи на передний себе бампер нагреб. И ныряем. Слушайте, они так и глубоко. Как-то у Урала здесь передок тонул поболее. Но тоже, можно сказать, с легкостью выехал. Ну что, давайте участок пожестче, чтоб уж конкретно, чтоб наверняка засели оба. И только с помощью вертолета могли выбраться отсюда. Газа до отказа. И забрызгал всех операторов. Вот таким вот образом протираем. Да. И погнали. Давай. Погнали тебя здесь засаживать по полной в этом гряземесе. Ничего себе, что творит. Ху-ху. Вот она резина-то. Смотрите. Просто тупо прорывает что-то там и не цепляется. Нормально так нырнул. Да. Нормально так практически выехал. Нет. Передний бампер мешает. Но я думаю, мощности даже тысячи сил не хватит. Точно не хватит. По-любому. Попробуем сделать это наискосок. Вот таким вот образом. Но уже не хочет. К сожалению. Возьмем больше. Тоже не хочет. Да. Вроде, знаете, передний бампер скошенный. Но это ему не помогает. Ничего себе, нам пришлось полностью выехать на траекторию. Обалдеть, а. Да. Фары и так не светят. Он решил их вообще полностью закрыть. В принципе, и нафиг не надо на улице светло. Ну, неужели опять мотор? Опять двигатель приехал? Нет. Нормально. Чинится. Тысяча сил подчинились прямо, так сказать, в гряземесе, не отходя от кассы. Ну что же. Так. Преодолели. Неплохо. Дальше, дальше. Давай. Это жесткий самый участок на сегодня. Чувствую, мотор точно не выдержит, к сожалению. Ну же. Ни туда и ни сюда. Даже обратно не может. Трактор. Толкаем назад. И опять приехал. Ну же. Давай. 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 Все. Двигатель вклинил. Давай. Вперед. О. Назад. Давай. 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 Вот. Все. Выехали. Итак. Ну, выехали. Но нам надо нырять. Еще раз. Давай. Пробуем. Чуть-чуть пойдем наискосок. Вот таким вот образом. Отлично. Отлично. Неплохо. Вообще красавчик, я смотрю. Знает, как надо ехать. Что по прямой не стоит. Лучше дать небольшого угла. Точно явно бывший дрифтер. Так. Попробуем вот сюда взять уголок. О. Проблематично. Проблематично. Давай. Вот таким вот образом. Опять передний бампер. Беда данного автомобиля. Ну же. Ну же. Давай. Мы болеем за тебя. Ничего себе. Кстати, кто болеет за него? Не знаю. Точно не я. Мне Урал более симпатичен. Ну что. Может, друзья мои, есть фанаты Зила Тысяча Сил. Так что пишите в комментарии, если болеете за него. Ну что же. Можно сказать, что он выбрался оттуда. Взял какой-то трофей в виде ветки и помчал по легкому бездорожью. Здесь это вообще для него какой-то детский сад. И абсолютно неинтересно. Ну что же. Not bad. У Урала три беды. Это передний самопроизвольно отключаемый привод. А дальше передний огроменный свес и дороги. Естественно. Ну что же. Давай пробовать. Смотрите. Танк легко все преодолел. Давай. А дальше берем сначала все по прямой. Тупо по прямой. Не сворачивая. И Зил здесь залетел без вопросов. Но у Урала это вызывает некие проблемы. Но возможно. Возможно сейчас. Через две секунды. Нет. Не через две точно. Вот сейчас. Нет. Смотрите. Что-то там поднарыл и вообще еще хуже стало. Вот. Not bad. Я честно говоря удивлен. Удивлен вообще как он так справился. Дальше ныряем. Погружаемся по полной. Снесет ли эту грязюку или нет? Мне кажется нет. Достаточно плотная колея. Которая стоит уже здесь годами и веками. Маловероятно что ты на это способен. Хоть и стоит мощная БК-система на тебе. Итак. Давайте так же как и на Азиле брать под углом. Здесь передний бампер будет поменьше. Да плюс еще дополнительная ось помогает. И тем самым мы даже быстрее выезжаем. Слушайте. Если бы ездили на время. То явно у него шансов было бы больше. Да. Вы посмотрите где он уже. Да. Когда Азил еще там ковырялся и ковырялся. Может я удастся здесь еще и взять поперек. Нет. Тоже нереально. Ну что же. Выруливаем. Учитывая что здесь еще и хороший выворот. Каким-то чудным образом он здесь. Я не знаю. Но это вообще Ашасик Сиал второго поколения. Грубо говоря. Выворот хорош. Но не прям блестящий. Да. Но здесь лучше чем на Азиле. Азил это мосты Акса первого поколения. Там понимаете с выворотом беда. Вообще с легкостью тоже заехал. И проехал. Мне кажется этот участок намного легче. И тоже ликует. Гоняет по легкому бездорожью. Не может нарадоваться. Здесь вообще легко. Легко так сказать и не интересно. На тебе волны добавил. И промчал. Ну что же. Тоже красавчик. Ну что друзья. Кто по вашему сегодня был лидер на бездорожье. Это все-таки мощный Урал 6х6. Или Зил 1000 сил. Ну как по мне. Урал наверное все-таки ехал лучше. Он мог карабкаться по дну. Как подводная лодка. В отличие от того же Зила у которого вклюнивал двигатель. Потому что там коллекторная система стоит. А здесь все-таки бэка. И в некоторых препятствиях как раз помогала дополнительная задняя ось. Вот это вот. Так что 6х6 наверное для бездорожья. Иногда все-таки даже лучше чем 4х4. В общем друзья. Мой делайте правильный выбор недорожников и грузовиков для бездорожья. Смотрите мои другие сравнительные тесты. Все ссылки найдете внизу под видео на комплектующие на тачке. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok